МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. В начале коротко. Осторожно, мошенники! Аферисты используют все новые методы хищения сбережений со счетов. Не номер люкс, но крыша над головой и питание обеспечены. В приюте для собак-питомец количество вольеров увеличилось до 60. Военная подготовка с детства. В Махачкаре прошел финал игр «Зорница» и «Я кадет». Подробности смотрите в выпуске. В России набирает обороты новый вид мошенничества. Злоумышленники представляют сотрудниками правоохранительных органов, обманом похищают денежные средства граждан. Они звонят жертвам с подменных номеров с просьбой об оказании содействия в раскрытии банковского преступления, либо для установления дополнительной защиты на личный счет гражданина. Получая таким образом персональные данные и номера платежных карт, информацию о совершенных по ним операциях и другие сведения, аферисты используют их для хищения сбережения со счетов доверчивых граждан. Если вам позвонили с неизвестных номеров и представили сотрудникам полиции, прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и просят принять участие в мероприятиях по задержанию мошенников, и при этом интересуются реквизитами ваших банковских карт, запомните, это мошенники. При совершении преступления мошенники используют информацию о должностных лицах, находящихся в открытых источниках в сети интернет, а также используют программное обеспечение, позволящее осуществить подмену абонентских номеров. Вопросы о вашем участии в проводимых специальных мероприятиях никогда не будут обсуждаться с вами по телефону. В приюте для собак питомец количество вольеров увеличилось до 60. Так, загоны для крупного рогатого скота переоборудовали в приют для бездомных животных. Накануне депутаты городского собрания посетили учреждения и ознакомились с кодом ремонтных работ. Напомним, в мае 2017 года администрацией Махачкалы был создан питомник, расположенный на окраине поселка Семендер. Сюда временно определяются животные, отловленные на улицах столицы. Их вакцинируют, чипируют, стерилизуют, а после вновь выпускают на волю. Все происходит за счет республиканского бюджета. На сегодняшний день в Махачкале из почти 8 тысяч бездомных собак удалось осмотреть 2300. А бездомные и брошенные животные в Дербенте обретут новый дом. Первый приют для питомцев откроется скоро. Работы уже начались, об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. Питомник, рассчитанный на 180 мест, будет построен в рамках реализации госпрограммы «Комплексное территориальное развитие города Дербент». Выкопали фундамент, сделали временное сооружение, ограждение. В ближайшее время на этой неделе, иншаллах, мы будем заливать первый этап бетонирования фундамента. Планируем в ближайший день-два свадщики приедут, приступят к своей работе, металлоконструкции будут варить. До нулевой отметки у нас будут бетонные работы вестись. Дальше уже металлоконструкции будем производить. Ограждение будем строить, прогулочные зоны для собак, вольеры для собак. На этом объекте будет задействовано 17-18 человек. Темпы работы хорошие. В Махачкаре прошел финал игр «Зорница» и «Як одет». Участниками финала стали команды, победившие в зональных этапах соревнований. Они состязались в нескольких направлениях. Строевая подготовка, сборка-разборка автомата, подтягивания на перекладине, прыжки в длину с места и комплексная эстафета – полоса препятствий. Подробнее в следующем материале. Надеть военную форму, показать выправку, строевой шаг и физическую подготовку – мечта, если не каждого, то очень многих ребят. Игры «Зорница» и «Як одет» дают такую возможность. Эти ребята одержали победу на зональных этапах и теперь вышли в финал. Только на первый взгляд кажется, что у них все легко получается. Это огромный труд, старание и подготовка, которая длилась не один месяц. С трудом все дается, потому что военного компонента в школах сейчас уже нет. В ОБЖ там больше уже предметы, уже военно-медицинская потока идет. Идут предметы, которые не связаны с военной службой. Это, конечно, плохо, но тем не менее поднапряглись, подучились, подтренировались и, в принципе, готовы выступить, показать отличные результаты. В финале «Зорницы» три группы – Сергокалинского, Табасаранского и Ботливского районов. В игре «Як одет» название лучшей команды поролись ребята из Зеребенского и Махачкалинского кадетского корпуса. Им предстояло соседаться сразу в нескольких направлениях. Каждая команда проявляет себя в разном. Кто-то проявляет себя в строевом шаге, кто-то в разборке автоматов, кто-то в вопросах и ответах интеллектуальной подготовки. По-разному. Каждая команда, видимо, готовится, и что-то получается лучше, что-то хуже. Но мы в целом за, чтобы наша молодежь участвовала, и чтобы они в конкуренции понимали, что им нужно доработать, или они готовы к большим победам. Мы их поддерживаем, отправляем на окружный и федеральный этап. По результатам всех конкурсов в игре «Я кадет» победителем стала команда 1-го дагестанского кадетского корпуса имени генерал-полковника Трошева из Махачкалы. В игре «Зарница» на первом месте команда Ботлихского района. Мне все очень понравилось. Я приняла участие еще раз. Я очень рада, что заняла с нашей командой первое место. Не передать это все словами. Мне все очень безумно понравилось. Я очень рада. Победители и призеры игр были награждены грамотами и ценными призами. Команды Ботлихского района и Махачкалинского кадетского корпуса теперь будут представлять Дагестан на федеральном этапе соревнований. А те, кто занял вторые и третьи места, отправятся на игры окружного уровня. Асель Манапова, Нурбагомед Магомедов. Новости ННТ «Махачкала». В Махачкале прошел съезд некоммерческих организаций. Впервые его организовал Миннас региона. В мероприятии активное участие приняли представители разных госструктур. Цель организаторов – объединить усилия для развития общества в целом. Помочь некоммерческим организациям получать госсредства и реализовывать проекты. В рамках съезда прошли также дискуссионные сессии. Одна из таких была посвящена этноконфессиональному диалогу, в котором затронули вопрос воспитания и просвещения подрастающего поколения. Этот съезд дает возможность поделиться опытом, рассказать о тех достижениях, которые они достигли. И, конечно, это площадка, на которой идет как раз-таки взаимодействие, где люди разных конфессий, люди разных наций, языков, собираются, делятся друг с другом своим опытом и дальше еще улучшают свою работу. Два дагестанских туристических маршрута вошли в топ-10-го всероссийского конкурса «Открой свою Россию». По итогам голосования, туры «Дагестан глазами орлов» и «Сокровища страны гор» заняли седьмую и девятую строчку рейтинга. В сумме за республику проголосовало более 5,5 тысяч россиян. Свой выбор они объяснили наличием в регионе комфортных условий для проживания, сложными трекинговыми маршрутами и красивыми видами. Всего в конкурсе представлено 220 маршрутов из 60 субъектов России. А лучшим из них Ростуризм присвоит статус национальный брендовый маршрут. В Хазаверте состоялся мастер-класс по актерскому мастерству для детей группы «Риска». Мероприятия, направленные на противодействие идеологии терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма, прошли в рамках акции «Новая жизнь» во Дворце культуры «Спартак». Работники Дагестанского государственного Кумыгского музыкально-драматического театра имени Салаватова провели с учащимися разминку, продемонстрировали ежедневные упражнения фехтовальщиков, а гримеры на примере мультяшных героев показали приемы, способные преобразить ребенка в любимый сказочный персонаж. И о спорте. Финалист «Токио» дебютирует в профессионалах. 24-летний боксер, чемпион мира Муслим Гаджи Магомедов подписал контракт с менеджерской компанией «Премьер боксинг-академии». Первый бой запланирован на 25 декабря. Распрощается ли боксер со своей олимпийской мечтой, узнавал Курман Грагимов. Джеб-джеб и правый кросс. От этих комбинаций за 14-летнюю карьеру Муслима пострадало уже более 400 человек. Финалист Олимпиады, чемпион мира и победитель Евроигр Гаджи Магомедов жаждет покорить новые горизонты. Мы начинаем с малого, начинаем с шестирандовых боев, потом будет восьмирандовый, потом в десяти, потом и двенадцатирандовый. Конечно, у нас планы очень большие. Я думаю, у многих спортсменов, боксеров такие же. Стать чемпионом мира среди профессионалов, абсолютно чемпионом мира среди профессионалов. Поэтому мечтаем пока. Думаю, надо исполнить эту мечту. Профессиональный и любительский бокс – совершенно разные виды спорта, считают специалисты. Подопечные Рашид Бека Ахмедова лучше других оснащены технически. Сам тренер не был сторонником перехода, но после пандемии поменял решение. По его словам, своим трудом и упорством Гаджи Магомедов способен адаптироваться к более жестким правилам. Все мне говорят, наверное, туда не надо идти. Это немножко непрофессиональный стиль у них, ведение манеры боя. Но возьми Усика, возьми Усика. Тоже не ударный бойец. Тоже у него мало боев, где он выигрывает нокаутами. Однако результат есть. Надо мечтать, надо цель ставить. А чем хуже Усика, потому что у него другого. Надо же работать и стремиться к этому. Ничего невозможного нет. Переход в профессионалы не отвлечет муслима от олимпийской мечты. Серебро в Токио боксер считает неудачей, поэтому игры в Париже все еще держат в приоритете. На первом месте у нас остаются олимпийские игры, которые пройдут в Париже. Главная цель – Париж. И пока мы будем идти в Париж, параллельно мы будем выступать в профессиональном ринге, набирать рекорд, чтобы потом поздно не было. Чтобы после Парижа я мог делать несколько боев и потом чемпионские. До боя остается 30 дней. Тренировки идут без кардинальных изменений. На первом этапе было больше работы над общей физподготовкой. Основная часть испаринга запланирована на сборе в Сочи. Туда муслим отправится уже через несколько дней. Курбан Рагимов, Салман Гитехмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Смотрите нас также на наших официальных страницах в Инстаграм, Ютубе, а также на сайте nnttv.ru. А у меня на этом все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok